Добрый вечер! На телеканале РТВ время главной городской информационной программы в студии Ирина Михайлюк. Сегодня о самом интересном в мире искусства в целом и, конечно же, в культурной жизни Реутова. В ближайшие полчаса вы увидите. В столкновении времен могут ли существовать в одном пространстве молодежное и классическое искусство? Все пытаются встать на новую волну в искусстве. Я считаю, что в старой много чего еще не открытого. Пока в Реутовской галерее идет ремонт, расскажем, каким образом можно расширить кругозор за пределами нашего города. Четвертая попытка. Владислав Момот встал на скейт и почти поехал. Могу, например, преодолеть небольшое препятствие. А теперь обо всем интересном в подробностях. В последнее время культурная жизнь россиян довольно активна. По большей части, конечно же, в Москве. Подключаются и местные власти. Предлагают танцы на улице, кинотеатр под открытым небом. Художникам граффити под роспись отдают даже трансформаторные будки. С завидным постоянством проводятся и различные тематические фестивали. В общем, поддерживают культуру и искусство как могут. Достаточно ли такой своеобразной помощи нынешнему молодому поколению и то ли направлением задают? Способны ли современные искусства развиваться? В репортаже Анны Черновой на эти темы размышляют молодой художник, участники рок-группы и танцор. Это лицо моего друга. Я решил его нарисовать, потому что такая немного нестандартная внешность. Картины Егора обычными не назовешь. У молодого человека особенный стиль и краски. Почти все свои произведения художник создает с помощью аэрозольного баллончика. Рисует на всем, что попадется под руку. От картона до бетонных стен. Сейчас мне это стало нравиться. Именно развиваться технически. То есть больше уносить каких-то деталей. А мы взяли? Все, что под руку попадется. То есть я могу за место кистью рисовать пальцами, если мне нужно какие-то поставить некоторые точки. Последнее творение Егора теперь украшает Екатеринбург. Там он участвовал в фестивале уличных художников. И так вдохновился, что теперь ждет подобного мероприятия и в Риотове. Говорит, что усилиями творческой молодежи готов разукрасить и Наукоград. Было бы желание. Я лично готов взяться за благоустройство нашего города. Потому что у меня как минимум есть знакомые люди, которые могут помочь мне в этом. Которые справятся с этой работой. Катя Северина тоже человек творческий. Уже шесть лет поет в рок-группе «Аркан Таро». Репетиция каждую неделю в Москве. А сейчас еще и подготовка к записи дебютного альбома. Ребята сами пишут музыку и тексты. И уверены, после его выхода смогут заявить о себе уже в полный голос. Так как я в Риотове живу, я очень люблю, действительно люблю свой город. Я бы очень хотела, чтобы мы выступили в городе. Потому что шесть лет наша группа уже существует. И ни разу, ну как в городе об этом не особо известно. Кроме наших друзей, которые там живут. Для Юры Елисеева Айрен Би способ выразить свои эмоции. Увлекся хип-хопом он еще в детстве. Сегодня танцы для него и увлечение, и основная профессия. Молодой человек считает, что культура хип-хопа из моды не выйдет никогда. Теперь она уже стала скорее классикой. Любой рэпер, или как это сказать, тот, кто вырос на тех улицах, у него девиз, как вот пропагандировал один из американских хип-хоп-исполнителей. Get rich, I'll die trying. Разбогатею или умреть пытаюсь. Основные попытки Юры создать собственную группу. Однако сделать это без посторонней помощи сложно. Энтузиазм есть, а денег нет. Сделать шоу-труппу, именно шоу-труппу, которая радовала людей, радовала постановками, танцами. Концепция есть практически у каждого творческого человека, а также амбиции, высокая конкуренция и зачастую отсутствие поддержки. Все молодые люди соглашаются в одном. Развиваться в своем направлении можно, а вот добиться успеха и признания сложно. Анна Чернова, Виталий Шкурин, Артем Царев для РТВ. Герой нашего следующего сюжета – представитель другого поколения. Скульптор Виталий Казанский утверждает, классическое искусство – основа основ. Как ни крути истоки всего современного в далеком прошлом, да и само классическое направление неисчерпаемо. О своих работах, о том, почему он не берется за абстракцию, Виталий рассказал нашему корреспонденту Маргарите Семенчуковой. Когда работаешь с глиной, о чем не думаешь вообще? Полностью нужно отличиться. Думать только о скульптуре вообще. Только о скульптуре. Когда там телефонные звонки и так далее, там музыка даже мешает. Мне нравится работать во всех направлениях, однозначно. Кроме, конечно, современных абстракций, современных искусств, меня это не очень интересует. Все пытаются встать на новую волну в искусстве. Я считаю, что в старой много чего еще неоткрытого. Медведь у нас залез в форму. Вот сейчас в данный момент там внутри медведь готовый из глины. А все, что видите снаружи, это гипсовая форма. Работа, которую сейчас я заканчиваю, это Серафим Саровский. Идея была такая заказчика и священнослужителей, что Серафим Саровский кормит медведя. В советское время монументальная пропаганда была очень сильно развита. А сейчас, конечно, нет. Ну, все зависит от бюджета стран, я так понимаю. Это мне очень понравилось, как сказали итальянцы. Какой бы сервис мы вам не предложили, вы к нам все равно поедете. Потому что наши предки за нас сделали все. Поэтому, конечно, я считаю, что в стране вообще скульптуры очень мало. Есть хорошая скульптура, есть плохая, но ее просто в принципе мало. От культурных событий к темам городским пришло время небольшого дайджеста. В ближайшие пару минут о том, что произошло в Реутове за эту неделю. На заседании городской избирательной комиссии обсудили организационные моменты, касающиеся предстоящих выборов губернатора. Говорили о работе специалистов на местах с избирателями и о том, как пресекать возможные провокации. Первый заместитель председателя областного правительства Юрий Олейников и председатель МОЗ Облдумы проверили, насколько Реутов готов к губернаторским выборам. Результатами остались довольны. Полицейские отработали алгоритм действий при захвате заложников. В учениях участвовали около 20 сотрудников. Для закрепления материала сценарий пришлось прогонять дважды. Также на этой неделе получила продолжение история с предстоящей реконструкцией городского стадиона «Старт», в рамках которой он должен быть значительно обновлен. Прислушались и к просьбам жителей. Скоро здесь появится и бассейн. С активными риутовчанами по этому поводу встретился руководитель администрации Николай Ковалев. Он еще раз пояснил, какие преобразования планируются. По его словам, работы начнутся уже в начале следующего года. Еще раз напомню, помимо бассейна обустроят площадки для баскетбола и волейбола. Трибуны на 3,5 тысячи человек сделают крытыми. Кроме того, здесь будет построен спортивный центр. Весь стадион, все эти мероприятия, все это будет чисто муниципальное. Предусмотрен минимум всяких платных услуг, все будет для детей, для всех, для занятий спортом, все будет бесплатно. Обо всех изменениях, касающихся реконструкции спорткомплекса, жители могут узнать на официальном сайте администрации. Следите за новостями. И возвращаемся к основной теме программы. Культура и искусство – эти понятия многогранны, но что их поддержка и развитие без умения чувствовать, замечать, а главное – ценить прекрасное. А ведь оно рядом. В этом выпуске мы решили напомнить, насколько красив наш город, его архитектура и природные красоты. Давайте еще раз вместе убедимся в этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один из верных поклонников Реутова и различных видов городского транспорта Владислав Момот снова в нашем эфире. На этот раз на скете. Он решил, что встанет на доску при любых обстоятельствах, несмотря на дождь. Кроме того, Владислав на личном опыте убедился, что катание – это тоже своеобразное искусство. Удалось ли нашему корреспонденту овладеть хотя бы его азами? Давайте посмотрим. Сегодня у меня четвертая попытка освоить альтернативный вид передвижения по городу. Конечно, так резво и красиво выполнять трюки на скейтборде я не умею. Пока передвигаюсь только по горизонтальной поверхности. Но надеюсь, чему-нибудь научиться. Алексей на скейтборд встал в 13 лет. Начинал кататься на старой доске. Сегодня без скейта себя уже не мыслит. И на учебу на нем, да и просто по городу передвигается. Чтобы кататься хотя бы так, нужно знать пару приемов и много тренироваться. Алексей, чтобы уверенно передвигаться по городу, какой элемент катания нужно освоить прежде всего? Самый первый трюк, который нужно освоить – это вольвер. Это когда доска отрывается от земли. Сейчас я вам покажу. Для тренировок подходят площади и скверы – места, где есть ровная поверхность. Сейчас в парках стали появляться специально оборудованные площадки. Здесь как раз можно потренироваться, выполнять различные трюки. Алексей, по городу легко передвигаться на скейте? Можно сказать, что это такой же вид транспорта, как велосипед или самокат? По городу легко передвигаться только в некоторых местах, так как все зависит от асфальт, на самом деле. В некоторых местах вообще невозможно ехать, а в некоторых ты ездишь вообще себе в радость. Существуют разные виды катания – фристайл, стрит, флэтленд. В зависимости от этого скейтбордисты используют разные доски. Виды досок бывают абсолютно разные. Они различаются по ширине, из какого дерева сделана доска. Колеса также различаются по ширине. Для нычка лучше всего подойдет доска не очень широкая, примерно 7,5 мм. За один день профессионалом я, конечно, не стал, но кое-что освоил. Могу, например, преодолеть небольшое препятствие, но нужны тренировки, тренировки, тренировки. Ребенок опять в фокусе. Конкурс нашего канала продолжается. Очередной претендент на победу – профессиональную фотосессию в нашем следующем сюжете. Петь и танцевать – любимое занятие Кирилла. Правда, пока публики стесняются. Но они вместе с мамой работают над этим. Родители считают, что у сына большое музыкальное будущее. Вообще Кирилл у нас достаточно артистичный мальчик и музыкальный. Он очень любит петь песенки. Правда, мы еще пока много слов не знаем. И поэтому мы поем то, какие слова выучили, вот и из них мы песенку и сочиняем на ходу. Поучаствовать в конкурсе Реутовского телевидения «Ребенок в фокусе» семья решила спонтанно. Александра и ее муж сделали несколько снимков и отправили на почту телеканала. Говорят, ответного письма от редакции даже не ожидали. Решили участвовать, на самом деле, спонтанно. Мы сидели на даче, и Кирилл взял в руки ноутбук. Он сидел на крыльце, и мне показалось это очень забавным, что такой маленький, и уже, соответственно, интересуется всем, что делает мама. А еще Кирилл вместе с мамой изучают азбуку и лепит из пластилина. Александра говорит, сын развит не по годам. И это один из аргументов, почему именно он должен победить в конкурсе. Колдуй, папа, колдуй, деда, колдуй, папа, колдуй, деда. А, кружочек, да? Анна Чернова, Виталий Шкурин для РТВ. Реутовскую галерею готовят к новому сезону. Там идет внеплановый ремонт. Еще в начале марта помещение затопило. Серьезно пострадало экспозиционное пространство. В настоящее время бригада рабочих, управляющей компанией, проводит подготовку помещений к покраске. Ремонт проводится почти капитально. Весь зал будет покрашен, потому что вот эти разницы цветовых пятен, она тоже имеет значение для нашего учреждения. Потому что здесь все-таки выставочный зал, и качество работ должно быть соответственно на высоком уровне. Помимо этого, в картинной галереи уже заменены старые окна на пластиковые. После ремонта почти на 30 квадратных метров увеличится и выставочное пространство. Часть служебных кабинетов будут отданы под экспозицию, а первую выставку, Реутовская палитра, в обновленной галереи планируют открыть уже в конце августа. Пока в Реутовской галереи идет ремонт, возможно расширить свои культурные горизонты в прямом и переносном смысле и выбраться на экскурсию за пределы нашего города. Благо, Москва в буквальном смысле через дорогу. Так, в Пушкинском музее продолжается выставка прерафаэлита в викторианский авангард. По отзывам, экспозиция получилась просто отличной. В музее Москвы можно проследить за изменчивой модой. Ее двухсотлетняя история как на ладони. А в центре фотографии имени братьев Люмьер представлена история любви художников Фриды Кала и Диего Риверы. Вывод – было бы желание, а куда пойти всегда найдется. На этом наш выпуск завершен. В следующую пятницу мы побываем за пределами Реутова, узнаем, чем примечательны некоторые из наших соседей. Но и об истории нашего города, конечно же, рассказать не забудем. Насыщенных вам выходных. Не забудьте их только два. И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин